Я приветствую всех, кто смотрит нас. Это программа «Цена Свобода». Меня зовут Михаил Василькилей. Сегодня вторник, 9 июля, и самое время поделить уважных событий. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на YouTube и Facebook, и тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране и правду войне в Украине, которая несомненно повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, в первой части сегодняшнего выпуска мы поговорим с Валерием Паша, главой сообщества Watchdog, о выдвижении Стояногла к кандидатам от оппозиции по версии Додона. Во второй части мы поговорим с Анатолом Шалару, экс-министром обороны Республики Молдова, о планах Кремля в Молдове на президентские, парламентские выборы и на референдум. В третьей части мы поговорим с Дмитро Левуся, политологом из Киева, о российском обстреле детской больницы в Киеве и реакции международного сообщества на это преступление. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о заявлении Додона, даже не знаю, как это назвать, это решение партии, не решение партии, о выдвижении кандидата на должность президента Республики Молдова в контексте предстоящих президентских выборов. То есть Додон вчера вышел и объявил, что этим кандидатом от партии социалистов будет Александр Стайнов. Многим известен в Гагаузии, работал в Гагаузии как прокурор, был даже депутатом парламента Демократической партии. Что бы это значило и почему именно такой поворот и насколько это окончательное решение и вообще будет ли решение партии коммунистов по этому поводу. Поговорить об этом я предлагаю с нашим частным гостем Валерием Паша, руководитель организации Бочдок, специалист в вопросах безопасности и в вопросах политики молдавской. Валерий, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, во-первых, благодарю, что нашли время приехать на Гагаузию и... С удовольствием. Да, у нас в студии по этому поводу поговорить. Ну, давайте попытаемся объяснить нашим, тем, кто нас смотрит, вообще, что это такое и почему Додон вышел и предлагает не себя, а предлагает Александра Стояногу. Александр Стояногу на этой пресс-конференции говорит, что он не политик и он не будет заниматься политикой. Ну, как бы очень странно, да, то есть, как бы это высшее должностное лицо, президент имеется в виду, он президент на самую политическую должность в стране и при этом говорит, что он не будет заниматься политикой. Давайте попытаемся объяснить тем, кто нас смотрит, что вообще происходит. Участвовать в выборах президента, стать президентом. Говоришь, что не занимаешься политикой — это нонсенс. Это скорее такая форма говорить, что он не будет примыкать к политическим партиям, не будет руководить политическими партиями, не будет мешать свою работу кандидата или президента, в случае, если его изберут, с политическими партиями. У нас, к сожалению, в Молдове не сильно используют вот этот термин «непартийный» или «внепартийный», и поэтому говорят «неполитический» или «вне политики». Ну, это мало что меняет сути. Так или иначе, партия социалистов является самой крупной оппозиционной силой. Это вторая партия в стране по всем рейдингам, по представительству в парламенте. Соответственно, тот факт, что именно они предлагают кандидата потенциально общего от разных оппозиционных партий — это нормально. То есть ничего странного в этом нет. Что странного присутствует — это то, что этим кандидатом не является лидер партии, которого только недавно переизбрали. Он вернулся, по сути, в руководство, формальное руководство партии. Он четко давал понять, что он собирается идти на президентские выборы. Во всех опросах он присутствует. У него стабильно первое место. Никогда ничего не менялось. То есть с выборов 2020 года в абсолютно всех опросах, кроме каких-то абсолютно нарисованных, Додон на втором месте. Он проходит во второй тур. Более того, я могу сказать, что за последние где-то полгода, не меньше, постепенно его позиции, его рейтинги, его проценты во втором туре улучшились. В первом — не сильно. То есть там мало что поменялось. Но, видимо, это какая-то такая стратагема. Совершенно понятно мне, что это решение принимал не Игорь Додон. Это скорее вопреки его мнению. Вспомните разговоры, которые были буквально несколько недель назад о том, что сама идея общего кандидата провалилась. Если я не ошибаюсь, даже сам Додон давал четко это понять, что ничего не получилось. Сейчас отыграли. Но если даже он скоординировал этот выход с кем-то, я не думаю, что скоординировал со всеми. То есть это не какое-то полностью соркестрированное решение, что-то вот просто там все решили, со всеми договорились, и только Додон озвучил, и дальше уже дело техники. Нет. Он назвал фамилии разных политических лидеров, которые, он считает, должны господин Стояногло поддержать на должность президента. Он назвал Ирину Влах, он назвал Кику, он назвал Иона Чабана, он назвал Усатова, Настасы, Филата. Странным образом, по-моему, он не назвал коммунистов. Несмотря на то, что они являются как бы партнерами по вот этому блоку в парламенте. Более того, они создали политический блок, то есть это не только общая фракция в парламенте, они создали политический блок, и вроде бы не объявляли о расторжении, но почему-то Додон их не назвал. Сразу же вышел господин Анастасов сказать, что знать Додона не знает, и более того, сказал, что вот это выдвижение Стояногло это такая общая игра Додона и Майя Сандо, то есть это уже какие-то конспирологические теории. Сегодня уже тот же Стояногло сказал, что встречи вот этой запланированной на завтра не состоится. Да, он предлагал собраться всем у Марка Ткачука в каком-то музее, в библиотеке. Ничего не происходит. Понятно, что многие другие оппозиционные лидеры, ну скажем так, были не готовы к подобному объявлению. Соответственно, дальше будет какая-то игра. Я не исключаю, что в итоге этой игры еще может оказаться, что господина Стояногла никто никуда выдвигать не будет. Меня, я обратил внимание на два момента. Момент номер один, да, действительно, он не пытался договориться, организовать какой-то процесс, вы это отметили, да, потому чтобы договориться с теми, кому он предложил поддержать Стояногло, он просто вышел и поставил их перед фактом. Конечно. Это момент номер один. Второе, я не совсем понимаю вот это вот апеллирование ко всем оппозиционным партиям и справа и слева. Это что? То есть, как бы, ну ладно, Филат, Настасия, Кику, то есть они вроде как бы справа, коммунисты вроде как бы слева, Ирина Влаг вроде как бы слева или там все смешалось? Там уже не поймешь, но список-то интересный и поэтому я считаю... Причем-то среди тех, кому он апеллировал, уже как бы заявили, что будут участвовать в выборах. Ну да, тот же Кику заявил, что будет участвовать в выборах сам по себе. Усатый давно заявил, что будет участвовать в выборах. Филат заявил, хотя, кстати, насколько я знаю, по закону Филат не имеет права выдвигаться и участвовать в выборах, потому что у него непогашенная, как называется... Судимость? Судимость, да. Это странно вообще, вся эта история, много странностей. Но в политике, если существуют серьезные переговоры, то сначала людей собирают, договариваются, неофициально договариваются и потом идут уже объявлять. Да, вот давайте сравним, например, инициативу, с которой вышел вот этот блок про европейских сил, подписать общее заявление о европейской интеграции. Типа с ногов молдавского варианта, да? Да. Такого плана. Они сначала вышли просто с самой идеей. Они текст не публиковали. Они не говорили, с кем именно они договариваются и обсуждают. То есть это все проходило неформально. Они разработали какой-то проект текста, все это, ничего не публиковали. То есть они вышли уже тогда, когда есть четкая договоренность. Потому что если выплескивать все эти переговоры в публичное пространство, то угроза срыва растет. Соответственно, я вижу, что Игорь Дадон сделал так. Это подобие, знаете, предложения, с которым невозможно согласиться. Вот примерно это так выглядело. Но посмотрим, как будет дальше. Совершенно понятно, что запустятся процессы в Москве. Начнется давление на других оппозиционных политических лидеров, чтобы они поддержали Стояногла. Понятно, что это кандидатура, которую больше всего продвигал Вячеслав Платон и Наталья Мораря. Они как бы это не скрывали, очень открыто об этом говорили. Сюрпризов тут никаких нет. Существование какого-то рода отношений между Платоном и Стояногла ни для кого не секрет. Даже он, в принципе, не отрывает слава и так далее. Да, он это сильно и не пытается отклонить. Посмотрим. Я считаю, что это далеко не окончание этой политической игры, все дальше. Но что я вижу, это то, что вообще так называемый левый фланг шатает, сильно шатает. Потому что, с одной стороны, амбиции и интересы политических лидеров. С другой стороны, те, которые предоставляют им какую-то спонсорскую помощь, влияние. Да, посмотрите, партия коммунистов. Партия коммунистов наотрез, пару месяцев назад заявила, приняли решение партии о том, что они будут бойкотировать референдум, проводить агитационную кампанию за бойкот референдума. Сегодня мне нет. Сегодня они дают пресс-релиз, что якобы они проконсультировались с районными организациями. Хотя, когда они изначально заявили, Воронин сказал, что они со всеми проконсультировались. И вот уже партия коммунистов говорит, что они будут проводить кампанию за голосование против внесения по праву в Конституцию, то есть против вступления в ЕС. И более того, они доверяют внедрение этого решения депутату, которая близка Шору, для кого не секрет, Диане Караман. Ну, опять же, я об этом публично заявлял, мне отказывается от своих слов. Партия коммунистов давно под полным контролем Милана Шора. Это смешно, но видно, что их шатает. У них разные видения стратегии, участие и в выборах, и в референдуме. Почему? Вот Евгений Гусульдан тоже заявил, что нужно выходить и голосовать против. Ну, более того, Илон Шор был среди первых, кто вышел и сказал, что он приветствует идею референдума, и что будет агитировать за голосование против вступления в ЕС, потому что он считает, что Молдова должна вступить только в Евразийский союз. И он ведет кампанию, его партии, связанные с ним, ведут эту кампанию. Вот коммунисты тоже подписались. Но я не исключаю, что мы еще увидим еще разворот на 180 градусов в этом вопросе. Потому что я вижу позицию партии Иона Кику, который сказал, что они за бойкот. Мы видим заявления разных оппозиционных лидеров, которые, даже если они не напрямую агитируют за бойкот, но то, как они обсуждают вопрос референдума, заваливая людей фейками про референдум, о том, что это якобы, вот Кику говорит, это подрыв конституционного строя. Что? Тот же там Нестаса, что это какая-то стратегия Май Санду выиграть президентский выбор. Там Филат и остальные примерно то же самое повторяют. То есть это, по сути, это кампания на бойкот. Тот же Усатый, да, вот как он говорит, он не очень отличается, его риторика про референдум от этого всего. Я думаю, что в итоге произойдет какая-то консолидация позиций, во всяком случае, связанная с референдумом. Пойдут ли они по пути бойкота, может, они там проводят дальше всякие замеры общественного мнения и пытаются понять, какая стратегия лучше. Но что мы видим в очередной раз? Решение инициировать референдум застало Кремль очень неподготовленным. Они были уверены, что этого не будет. Дошло до курьезных ситуаций, когда буквально за несколько дней до объявления Май Санду Дадон говорит, что что за переговоры вы проводите? Нужно проводить референдум. Без референдума нельзя вступать ни в какие переговоры. Что это значит? Это против воли народа, народ это не поддержит. Выходит Май Санду говорит, вот, пожалуйста, вам хотели референдум, держите референдум. А зачем сейчас проводить референдум? Сначала закончите переговоры, потом будете проводить референдум. То есть понятно, что они к этому не готовились и до сих пор не готовы. То, что я думаю является хорошей новостью для шансов людей, которые поддерживают вступление в Европейский Союз, но совсем не надо расслабляться, потому что так много фейков и страшилок. Да, начиная от того, что просто, ну это слышишь всюду, вот люди, вы вроде бы нормальный человек. В школе будут заставлять всех учить про ЛГБТ и все станут ЛГБТ. Будут забирать наших детей. Вы нормальные вообще. Нету такого ни в одной стране ЕС, да, что запретят церковь. Какую церковь запретят? Просто посмотрите, целый ряд стран Евросоюза являются православными. Более того, в отличие от Молдовы, там церковь, православная церковь на государственном уровне закреплена и поддерживается. Я говорю о Румынии, я говорю о Греции, да, где статус православной церкви это вообще высший... Где правительство приносит, клянется на Библию, не только на Конституцию. Абсолютно. То есть мы говорим о абсолютно абсурдных вещах, которые никак не связаны с вступлением в Евросоюз. Ходят, рассказывают, что Молдова должна быть нейтральной. Зачем вступать в Евросоюз? Что в общем между нейтралитетом и вступлением в Европейский Союз? Вот вам Ирландия, вот вам Мальта, вот вам Австрия. Нейтральные страны. Швеция, Финляндия, да, недавно были нейтральными странами. Они решили вступить в НАТО, потому что почему? Потому что такой сосед у них, который заставляет. Потому что они не уверены в том, что их нейтралитет их защищает. Абсолютно. Они уверены в том, что их нейтралитет уже их в случае чего не защитит. Да. Давайте вернемся немножко к Стояноглу. У нас буквально 4 минуты. Дадон, во-первых, вот это решение, о котором заявил Дадон. Это решение, согласованное с Москвой. Или они используют Стояногла для того, чтобы повлиять на какие-то решения в Москве или повлиять на какие-то решения внутри страны, ну, среди, там, не знаю, вот этой коалиции Шор, Дадон и Плохотнюк и Платон. И более того, второй момент, может ли быть, что если в конечном итоге Стояногла останется кандидатом, единым кандидатом от оппозиции, означает ли это, что это общий кандидат, согласованный с Кремлем и мафией? Да, то есть, как бы... Ну, первое, а этот выход Дадона, я уверен, не то, что согласован, но он продиктован из Москвы. Если бы Дадон принимал решение, кроме него, самого себя он бы никого не поддержал. Это первое. Второе, совершенно понятно, что это скоординировано. Скоординировано с кем? Ну, только с Москвой, Плохотнюк, которого нет, Платон, которого нет. Абсолютно. Здесь, в смысле, в стране. Как минимум, Платон, но учитывая то, что на вот этой вот встрече, где продвигали идею Стояногла, организованную Натальей Мораль, были представители Шора, те, которые ведут за него агитацию, если можно так сказать. За кого? Ну, я говорю про Лесневского, там, Осталепа и так далее. Велики, да, что Стояноглу ведут? Да. То есть, во-первых, они работают четко вот в этой линии медийной, продвигаемой Шором. Это люди, которые отрабатывали по полной на Плохотнюка. Я не знаю, насколько активна его роль сейчас. Понятно, что это все скоординировано. То, что Платон и Шор закопали топор войны уже давно и координируют свои действия, это видно невыраженным взглядом. Соответственно, да, это скоординировано с Москвой и с этими, скажем так, организованными преступными группировками. Но будет ли это в итоге? Сможет ли Дадон это как-то отыграть? Смогут ли они убедить других оппозиционных политиков, на которых у них есть влияние, пожертвовать своей карьерой? Если мы говорим про Ирину Влах, если она не участвует в президентских выборах, она выбывает из политической жизни полностью. Ее шансы на какую-то самостоятельную карьеру в будущем испаряются. То есть, ей нужны президентские выборы, как трампли для будущих парламентских выборов? Абсолютно, чтобы вообще остаться релевантной в политике. Если мы говорим о партии Оно Кику, то они примерно в том же самом положении. Ситуация получше его на чабана. Он может спокойно сидеть в кресле мэра, коррупция процветает, незаконные стройки заполняют Кишинев, у него все хорошо. Хорошо. А может Додоне интересно вообще не участвовать в этих выборах? Я не вижу никакого интереса для него не участвовать в этих выборах. Его личный интерес участвовать, остаться лидером оппозиции, остаться лидером партии. То есть, не зря он возвращался в формальный руководство партии? И потом всеми возможными способами прибирал партию обратно к своим рукам, возвращался. Помните, это же была целая мыльная опера. Не для того, чтобы сейчас просто передать весь свой рейтинг Стойногу или еще кому-то. Ну хорошо, тогда мне непонятно одно. Зачем просто честно не пойти? Если ты ответственный политик, если ты лидер второй по величине партии в стране, имеется в виду по опросу, второй по величине партии в стране, ну и фактически второй парламент. То почему ты не берешь на себя эту ответственность и не идешь на эти парламентские выборы и начинаешь вот эти вот непонятные игры? Вопрос. Тебе ты что-то скрываешь или ты сам себе не принадлежишь? Он сам себе не принадлежит. Начиная с того, что на него огромный компромат, заканчивая тем, что его семью просто удерживают в России. То есть, это такой фонариотский режим? Ну, это примерно то же самое. Его дети учатся в Казани. Представляете, любой ребенок мечтает... Вы бы вам описали про то, что его дети учились в Китае, теперь они учатся? Нет, они не учились в Китае. Один из ребят заявил, что он хочет поступить, и уже поступил в Китай, и в итоге оказался в России. Потом почему-то еще и младший ребенок, который вообще школьник, туда поехал. То есть он школу сейчас проходит там? Да, но это форма давления. Мы же понимаем, о каком режиме мы говорим. Его брат там, да, он занимается бизнесом, то есть его там не удерживают за стенках, но это такая современная форма, по сути, удержания членов семьи в заложниках. И понятно, что Додон сам себе не принадлежит, и мало когда вообще принадлежал. Извините, Паша, я благодарю, что нашли время, пришли к нам в студию прокомментировать ситуацию, и будем рады видеть вас еще раз. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации на политическом фронте в Республике Молдова, о том, что планируют на левом фланге. Вот Додон уже объявил о едином кандидате. Также есть важные события на международном уровне, сейчас проходит или готовится саммит НАТО. И важно понимать, какие решения могут быть приняты на этом саммите НАТО в контексте поддержки Украины в ее сопротивлении полномасштабной российской агрессии. В общем, об этом всем я предлагаю поговорить с нашим частым гостем, господин Антон Шалару, экс-министр обороны Республики Молдова. Господин Шалару, приветствую вас. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Да, и спасибо большое, что нашли время прийти к нам в эфир. Давайте, скажем так, о событиях в нашей стране. Вот очередной единый кандидат, который предлагает Игорь Додон. Причем почему-то предлагает не политика господин Станок, сам заявил, что он не политик. Да и не знаю, насколько он был прокурором, когда был в должности заместителя генерального прокурора. С вашей точки зрения, что это? Действительно попытка найти единого кандидата или Додон играет в свою игру, или пытается навязать в Москве и всем остальным какую-то, ну, скажем так, свою игру? Наверное, он опять съездил в Витули, там посоветовался с этой бабкой. Она ему посоветовала выбросить бомбу, атомную бомбу в медийном пространстве, но получилась хлопушка. Додон объявил о том, что Станок является единым кандидатом от социал-демократической партии, от социалистов, от социалистов, не от оппозиции, потому что никто из оппозиционных партий или других организаций, которые поддерживают оппозицию, не объявил о поддержке этого кандидата. Хоть он говорил, что он не является политическим лицом, что он приглашает всех, призывает всех к сотрудничеству, к единому фронту, но он не учел один немаловажный факт для Республики Молдова, что у нас народ не любит бывших прокурорков. И нынешних, и бывших. Народ не любит прокурора, потому что прокуроры умеют что-то разрушать, арестовать, но созидать, строить они не умеют. И Додон, если вы прочитали интервью, которое он дал Ирине Ромалийской, Додон, конечно, он уже почти признал, что он не является больше любимой женой Путина, и что он не получает там никакое финансирование из России, и у него идет борьба за московского покрывала с Шором. И он сейчас, наверное, находится в безвыходном положении, и он предпринял вот такую попытку, объявил о кандидатуре Стояногло. Хотя, насколько мне известно, все оппозиционные партии хотели объявить о своем кандидате на президентские выборы в августе, чтобы не дать возможности власти атаковать, найти компромат, дискредитировать единого кандидата, чтобы на него не повлияли, не заставили снять свою кандидатуру. Но, наверное, Додон хотел поставить всех перед таким фактом и как-то обязывать их принимать его кандидата. Но, как вы видите, в медийном пространстве атомного взрыва не произошло. Никто не обратил внимания, никто не ответил на заявление ни Стояногло, ни Додона. Так что Стояногло, он всегда был вставленником Додона, он является кандидатом Додона, не оппозицией. И это просто его игра, которая как-то не дает, не говорит о высоких признаках и интеллигентности. Потому что надо было вначале собирать всех, если у него были какие-то там рычаги давления, собирать всех, поговорить, потом объявить. А так получается еще хуже. Потому что все могут сказать, нет, он не является нашим кандидатом. Тем более, что если это не по решению Москвы, то они с легкостью ему скажут, иди отдыхай. То есть, вы говорили, что оппозиция хотела выдвинуть единый кандидат. А кто входил в число тех, если вы знаете, кто собирался объявлять единого кандидата? Я не знаю этот список. Я говорил с людьми, которые близки к этим организациям, партиям. Они говорили по секрету, что они собираются в августе, в конце августа, объявить о своем едином кандидате. А кто является? Это в первую очередь партия ШОР, потому что инициатива у них, партия, которая поддерживает ШОР. Ну, Дадон, наверное, подумал, что раз стоянул ГГУ, то все ГГУ будут за него голосовать. И, возможно, и Приднестровцы будут за него голосовать. И он соберет, плюс его 15%, но он соберет, и у него есть реальные шансы войти во втором туре. Но мне кажется, что многие из вашего региона не голосуют, как говорит Дадон уже, а не принимают приказы с другого места. Ну да, и тем более, стоянок бы пытался в ГГУ становиться башканом дважды, и дважды у него не получилось. Ну и у вас тоже не любят прокуроров, видно. Ну да. И тут, значит, может ли он стать единым кандидатом, или все может измениться до августа или даже до октября? Все может быть. Если в Москве решат, что лучше сохранить единство оппозиции в Молдове, что лучшего кандидата нету, потому что у Шора нет никакой кандидатуры на эту должность, он сам не может участвовать. А там башкан Гуцул, наверное, у него даже возраста нету участвовать в президентские выборы. У Ирины Влах тем более нету никаких там шансов. Они могут там выдвинуть какого-то кандидата, а могут и не выдвинуть, могут оставить так, потому что для них более важен референдум и парламентские выборы следующего года. Они могут сказать, ну ладно, пусть будет Майя Санду. Мы разберемся с вами в следующем году при парламентских выборах. Вы говорите, что для них важны президентские выборы в следующем году, а на эти президентские выборы... Извините? Парламентские. Парламентские, да, прошу прощения. Да, парламентские выборы в следующем году, потому что важно взять парламент. Но что касается на эту осень, есть какие-то... Вы видите, понимаете, какова их логика, что они собираются делать с референдумом, потому что референдум, на самом деле, очень важен для страны. Это бойкот, это голосование, призыв голосовать против, или вообще какая-то попытка дезориентировать людей, чтобы вообще непонятно было людям, что делать. Вы понимаете, что IQ электората Шора, он не самый высокий. Эти люди идут на выборы, им дают простые задачи. Они никак не хотят осложнять их жизнь, потому что они могут войти в такую непонятную ситуацию и голосовать, как не надо для Москвы. Я думаю, что они будут предпринимать все попытки, чтобы бойкотировать референдум, чтобы люди не выходили на референдум. И поэтому, я думаю, что Дадон почувствовал там неразбериху, слабину, он решил выдвинуть своего кандидата, чтобы не заставили его участвовать в президентских выборах, потому что он может оставить за собой право через 4 года еще раз, если он сейчас не будет участвовать. Надеюсь, что люди забудут его все эти неудачи и глупости, которые он высказывал, и все ошибки. Но если он на этот раз проигрывает выборы, то у него нет никаких шансов. Он идет по такой склонности, идет вниз, и он не может уже остановиться. И он решил, наверное, кого-то заставить, но не давать его голоса Шору, потому что Шор — это все-таки его главнейший враг. для него враг не Майя Сангл, а для него самый главный, самый большой враг — это Шор, который отбирал у него, забрал у него все, практически. Это поддержка Москвы, он там дискредитировал, он уже финансы не получает с Москвы, у него политической подоплеки, поддержки нет, он надеется только на своей силы. Говоря о... Приходя к международной политике, вот саммит НАТО проходит на фоне вот этих участившихся обстрелов территории Украины ракетами, дронами и так далее. Вчера Ахмадид, главная детская больница Украины, была обстрелена, там погибли дети, погибли мамы, родители, врачи, доктора и так далее. Чего ждать от этого саммита в контексте вот этой российской агрессии в Украине? Ну, вчера это было преступление против человечества, когда российская ракета Х-101 попала, ударила по центру матери и ребенка в Киеве. Это самая большая больница в Украине и одна из самых больших в Европе. И там именно эта ракета попала в отделение, где лечатся дети больные раком. И это двойное преступление. Но вместе с саммитом НАТО сегодня произошло такое событие, которое заставляет нас подумать о других мерах. потому что сегодня премьер-министр Индии совершает визит в Москву. Он сегодня встретился в честь удара по этой больнице. Он посетил Москву и он встретился с его другом у него дома. И они готовятся обсуждать очень серьезные вопросы. И поэтому не все однозначно в этом мире. Так как Дадон отвечал на вопросы Ирины Ромалийской, он никак не мог сказать, кто начал войну и кто является виноватым в этом, является ли Путин преступником или нет. так и многие лидеры, которые, некоторые из них, которые присутствуют на этом саммите НАТО, тоже самое думают. Они еще надеются, что могут заставить Путина принимать правильное решение. Может быть, Путин одумается, может быть, Путин все-таки не потеряно еще. И больше всего они боятся, что будет с Россией, если Путина уберем. Поэтому не все однозначно Украина пусть потерпит еще. Мы еще пройдем пару лет, может быть, пять, может быть, десять лет. Россия останется без денег и тогда Россия остановит эту войну. Но пока даже Соливан сегодня не подтвердил, что США согласны разрешить Украине бить по российской территории из-за американского оружия. Они сказали «Не, не, не, мы это не рассматриваем». Потому что для них сейчас в Америке главная задача в том, чтобы их президент Байден, чтобы он когда идет на работу, чтобы он узнал свое рабочее место, узнал окружающих. Потому что у них выборы в этом году. И для политиков Европы и США самое главное это выборы. Вы помните, 6 месяцев они тянули с этой помощью для Украины? Погибло десятки тысяч человек за это время. Но зато у них выборы. Поэтому не надо на них давить. Потому что это очень важно для них, чтобы они победили. и мы дошли до такого года, до такого времени, когда один маразматик и другой эгоист, эгоцентрист, нарциссист, которые хотят стать президентами США. И от них зависит будущая планета. А положение сейчас в мире очень тяжелое. Потому что военную угрозу представляет только Россия. Военную угрозу представляет для других и Китай, и Иран, и Северная Корея. И вместе взятые они очень мощные. И они могут изменить баланс сил в мире. А видите, Байден поможет Украине. Поможет. Но с условием, что он об этом не забудет. И об этом ему надо напомнить каждый день. Вот у нас будет новый генеральный секретарь НАТО, который является таким же слабым Столтенберг. Потому что Столтенберг первый год войны, он каждый день повторял, что главная цель НАТО это не допускать конфликта с Россией. А для чего тогда военный альянс, военная организация? Не для того, чтобы снизить уровень угрозы. А чем снимается этот уровень угрозы? Только выражением озабоченности? Нет. Потому что Россия давно уже прошла через этап, когда она была очень осторожна высказываниями разных политиков во всем мире. Сейчас им до чего Россия сейчас из-за высказываний Байдена или других там лидеров или Макрона или Шольца. Нет. Для них это не представляет угрозу, потому что они знают, какие линии, красные линии нарисовал себе Запад. Они сами их зарисовали, нарисовали, и они боятся их переступить. А когда каждый день говоришь Путину, что нет, мы не должны этого допускать, мы этого не допустим, мы на это не пойдем, так Путин и поэтому мы сегодня имеем 37 уже погибших только после удара одной российской ракеты, включая детей. Мы сегодня имеем миллионов украинцев, которые сбежали в Европу и на разных континентах. Мы сегодня имеем экономический кризис в Европе и в то же самое время мы имеем во Франции, мы имеем и в других странах к власти готовиться приходить экстремистские партии, левоэкстремистские и правоэкстремистские. Это все из-за слабости этих политиков, которые вовремя не принимали решения, потому что они всегда были партнерами Путина. И вот сейчас эти ракеты российские, эти дроны иранские или российские дроны, которые бьют по территории Украины, у них минимум 30-40-50 процентов компонентов являются западными. Американские компании продолжают работать в России. Через разные страны они поставляют товары военного значения в России. Они поддерживают косвенно Россию и вооружают Россию. Но когда приходит дело кого-то учить, то они первые указывают на нас и на других пальцев, а в то же самое время они ждут деньги из Москвы. Хорошо, а вот скоро выборы в Румынии. Там что ждать? Президент опросы показывают, что партия Аур падает в этих вопросах. У них сейчас около 10, даже меньше процентов. Но там проблема была в том, что в партии Аур был какой-то внутренний конфликт. Я слышал, что если партия Аур удастся преодолеть этот внутренний конфликт, то она может окрепнуться на следующих выборах. Как вы это видите? Дело в том, что у партии Аур нет внутреннего конфликта. Там есть один диктатор, который все решает. Там у кого-то может выразить недовольство, но нет специалистов и нет программы, нет проекта. У них нет экономической программы. То, что сейчас стало прицей на языках, вы сами видели эти плакаты, когда Джордж Семен говорит, что мы отменим все банковские проценты, мы сделаем каждому по квартире за 35 тысяч евро. Он столько таких нереальных обещаний дает, и народ его высмеивает. Столько появилось этих реплик, пародий на это. Это видно, что у него нет концепции, нет программы, нет понятия экономики. Не может он развивать страну и в то же самое время аннулировать все проценты на кредиты. Или снизить все цены на квартиры, на жилье. Не то, что снизить на 10 процентов, а уменьшить в 2-3 раза цены. Это нереальные популистические предложения. народ сейчас понимает. Я на днях говорил с одним социологом, и он говорил, что если на выборы в парламенте они набрали 14 процентов, то сейчас у них уже около 10 процентов. они падают потому, что они не смогли показать, предоставить альтернативу нынешней власти. Они всегда спекулировали то украинские проблемы, то ковид, то какие-то там нарушения, но это ничего не меняет в жизни людей, если ты будешь протестовать против транзита из Украины пшеницы, к примеру, зерновых, которые они везут в Болгарии. Это ничего не даст. И все это, то, что случилось у нас в Молдове, что объявили персоны Нонграда, в Украине, это подействовало на людей. И всегда, когда они говорят, что вот мы являемся против, но мы ничего не предлагаем взамен, ну это может год, два, три, но это 20 лет не может длиться. И поэтому сейчас уже виден результат, что рейтинг этой партии падает, и поднимается рейтинг правящей партии, и возможно поднимется рейтинг Усире. Усире избрали нового президента, и самые интересные выборы будут в декабре, когда будут, наверное, я так думаю, совместно парламентские президентские выборы в один и тот же день, то тогда мы увидим, да, большинство, парламентское большинство, сейчас оно и тогда наберет большинство. И вот эти экстремистские партии в Румынии, они быстро ушли, уходят, не то, что во Франции, где победили левые экстремисты, которые призывают к другой миграционной политике, открыть ворота, открыть границы для всех экстремистов из мусульманских стран, они являются антисемитами, ярыми, и это не делает часть Европы, тем более, что это ставит под угрозу единство НАТО и единство Евросоюза. Господин Шалар, я благодарю, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию, будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо и вам, до свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Везите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в их грузе. Друзья, в этой части я предлагаю поговорить о ситуации в Украине. Вчера, как вы знаете, был обстрел Украины. Российская ракета Х-101 попала по больнице Ахмадид. Это главная детская больница Украины, и не только Украины. Очень много детей из Молдовы там тоже лечились, у которых были тяжелые заболевания. Вот готовится саммит НАТО, что ждать Украине и всем нам от саммита НАТО в контексте той поддержки, которую оказывает Запад Украины. И поговорить об этом я предлагаю с нашим частым гостем Дмитро Львусь, политолог и политический комментатор из Киева. Дмитро, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, давайте для начала вот про ту ситуацию, которая вчера была. Ну, такая страшная трагедия, очередная, к сожалению, да, очередное преступление против человечести, совершенное путинским режимом. У вас есть объяснение, это было целенаправленно или что это было? Однозначно целенаправленно, в общем-то, абсолютно очевидно, почему бы. Ну, я, кстати, у нас, кстати, закончилась воздушная тревога. То есть, пока мы с вами говорили и начинали говорить, у вас была повитная тревога. была тревога, она не сильно долгая была, это ракета на Полтаву, то есть, мы следим, вот сейчас была. Вот. И однозначно да, и это, кстати, первым, кто эту мысль действительно выразил, был российский травматолог мирового уровня Андрей Волна, который уехал в Украину и работает в Украину, помогает раненым, травматологам, живет на Эстонии, на Украину, вот, он написал, что это был удар по медучреждениям, а потом, да, действительно, это стало очевидно, что это одна из целей была, почему? Потому что, понятно, что, ну, по, видимо, там был предприятием ВПК, еще куда-то, то есть, но это целенаправленно было, потому что, ну, например, да, вот, есть ракета, которую с разных ракурсов заснята, прилетевшая, не сбитая, однозначно, Х-101 российская, что это видно, что это она даже в момент удара, сейчас уже служба безопасности Украины, уже вчера они нашли ее обломки и даже с серийным номером, и с инвентарным номером, опять же, одновременно с этим удар, под ударом оказались два медицинских центра, это Исида и Адонис, у меня на левом берегу, вот, и, кстати, сказать, по Исиде тут тоже вот момент очень показательный, это же этот, вот, центр репродуктологии, вот, и, кстати, сказать, поэтому тут очень оно похоже вот на все то, что творит Путин, и даже объяснение абсолютно есть, почему и зачем, как, и более того, опять же, сейчас я про объяснение скажу, оно просто тоже, чтобы не забыть, на протяжении всей этой войны Российская Федерация сознательно бомбардирует медицинские учреждения, их в разной степени повреждения 1700, да, то есть, в результате войны, и, места, где находятся гражданские люди, которые как беженцы, вот, классический пример Мариуполя, в начале в марте нанесение удара по роддому, потом еще же нанесение еще и удара по театру, где было вот такими здоровенными буквами написано дети, в Харькове я просто точно могу об этом сказать, потому что я знаю людей, которые занимаются фиксацией ударов общественной организации, они об этом как-то не афишировали, вот, сегодня Наталья Зубар об этом написала, почему, потому что, да, у них есть подтверждение того, что они наносят удары, и, кстати, сказать, наносили удары в Харькове, в том числе, и по психиатрической больнице, то есть, более того, даже когда они придумывают объяснение, ну, вот, одно из объяснений, якобы, вот, которое было сейчас, по поводу того, что, да, там же на самом деле лечатся ВСУшники, или, ну, солдаты сбройных сил Украины, и, кстати сказать, запускали информацию, они, теперь помню, эту угрозу, через КГБ Беларуси, 26 апреля, был такой, у них там, председатель КГБ Иван Тертель, он сказал про что, про то, что, вот, есть там, называл конкретные адреса, вот, это детские больницы, а на самом деле там военные, и это, может быть, там теракт, то, просто, русские даже не замечают того, что, на самом деле, удар по военному госпиталю, это точно такое же военное преступление, да, поэтому они, вот, для своих объяснений, тоже там, вот, это показывают. Кстати, там сейчас, вот, на кадре был, врач с окровавленной, то есть, который там помогал разгребать разваленные, это, это, это врач по фамилии Ролубченко, он известен, он устраняет проблемы на лицах, которые есть у детей, да, то есть, и он вот, все время работал, и он был, встречался и с родителями, и с детьми, и у него как раз в этот момент была операция, тоже, это вот один из таких, его, очень много его показало, кто, то есть, вот, если интересует, зачем, вполне могу сказать, тоже зачем, это вот, это часть российской тактики и стратегии по запугиванию, запугиванию украинцев, это понятно, это одно, как это происходит, а это происходит так, как мы все, в, особенно, да, в таких, в национальных республиках, которые были под властью России, это прекрасно знаем, мы видим часто на примере очень многих людей, которые прекрасно знают о том зле, которое было совершено по отношению к их семьям со стороны Москвы, да, депортации, аресты и все остальное, но, тем не менее, сейчас выступают симпатиками Москвы, то есть, вот это вот желание, чтобы прекратилось насилие по отношению к тебе, по отношению к твоей семье, отказаться от идентичности и отождествить себя с вот этим вот насильником, завоевателем, вот это то, что делает, да, тоже вот это, поэтому, скажем так, вот этот вот, как она, безмерная российская жестокость, вот такая, она, это имеет такую цель, а вторая цель, это направлено на мир, вот, недаром же это происходит, прямо в тот момент, когда Россия главенствует в Совете Безопасности ООН, на ротационной основе, будучи постоянным еще и членом, и непосредственно перед саммитом НАТО, почему, потому что у нас, например, много людей вчера сказали, ну, они вот вообще, перед саммитом НАТО, это же надо же, чтобы свое показать, свое лицо, вот, ну, как это же, теперь будут, это жестче на них будут реагировать, а у Путина есть основания считать, что не будут жестче реагировать, то есть, он, например, считает, что наоборот, потому что, поскольку это действие террористов, ну, какая, какой, тут государственный террорист, какая, какая цель у террориста, запугать, от того, что вот этот, что его террор, который он производит, что он бессистемен, непонятно, как, куда он это повлияет, да, то есть, то есть, а Россия, это вообще, все время государственная политика, да, когда, можно вспомнить, там, 37-38 год, когда никто не знал, когда же кого арестуют, а тут, ну, Чечню можно вспомнить, да, то есть, как бы, Чечню, да, можно вспомнить, это уже вот, из новой истории, и вот, таким вот образом, то есть, показать миру цинично, да, я вот такой, а что вы мне сделаете, и мир, который, в общем-то, за два года, точнее, нужно даже сказать, с 2014 года, когда все это можно было легко прекратить, просто взять, наложить, вот, хотя бы половину тех санкций, которые сейчас на Россию наложены, когда, так называемая, вот эта крымская операция проводилась, и все, и все бы закончилось, куда бы он делся, но сейчас оно уже распухло, оно уже вкусило крови, оно уже идет вперед, и вот он, а тут есть еще один момент, Украина тем, что сопротивляется, она раздражает не только русских, а очень многих, ну, из разных людей, да, например, мне приходилось общаться с представителями, там, Татарстана в Фейсбуке, которые, например, они, вот, свое подчиненность, в Москве оправдывают, то вы что, да у нас же свободы в решениях больше, чем у вас, вы же под западом, а мы вот можем вот так вот, то есть понятно, что они на самом деле понимают, что никакой независимости у них нет, из Беларуси, да, такое тоже мне приходилось слышать, много кто в Европе, которые, ну, привыкли жить после Второй мировой войны, так что, да, не дай бог, никакая война, все конфликты надо решать как-то мирно, а тут получается, ну, вот, зачем же вы воюете, ну, все, надо было сдаться сразу 24 февраля, и все бы закончилось, да, когда один из министров ФРГ, нашему послу Мельнику, вот так вот высказывали такие слова, в первые часы войны, да, то есть такое же тоже было, и, естественно, что миру удобнее, чтобы война закончилась, и тут, когда видят, что вот нанесен удар по детям, боже мой, этот же кошмар будет продолжаться, то, ну, наверное, и происходит парадоксальное, да, не претензия к тому, кто это устроил, тем более тот, у того еще и атомная бомба есть, вот, а уже мы знаем, что он дурак, вот он может еще и туда, кто его знает, куда он кинет, еще и нефть, золото, а к тому, кто сопротивляется, кто, в общем-то, претензия не к насильнику, а к жертве, да, а претензия к жертве в этом плане, и вот таким образом, да, вот это, естественно, что Путин рассчитывает, что вот таким вот образом будет осуществляться давление, то есть на Украину в плане капитуляции, и все это еще в контексте саммита НАТО, на котором с высочайшей степенью вероятности, ну, не прозвучит приглашение Украины к вступлению, да, то есть, ну, вот президент Макрон заявил, что главные противники пригласить Украину в НАТО, это США и Германия, ну, я думаю, что логика в этом есть, да, определенная, то есть, если бы была позиция США четкой, то я думаю, что, в общем-то, и позиция Германии, на самом деле, была бы другой, вот, и естественно, что, а про просто само по себе приглашение Украины в НАТО, вот, которое бы прозвучало давно, то оно само по себе означало бы политическое поражение Путина, все, то есть, вся его стратегия, она оказалась напрасной, но этого нет, да, то есть, и естественно, что он вот, вот так вот нахально, нагло, цинично, вот эти, вот такое преступление совершает, да, то есть, и, кстати сказать, еще один момент, даже, ну, вот об этом и президент Украины Владимир Зеленский сказал, о том, как вот он едет в, на саммит НАТО, и о том, что, да, мы ожидаем того, чтобы усиление противовоздушной обороны, но должно быть не только усиление противовоздушной обороны Украины, а должно быть вообще усиление помощи Украине, почему, потому что ПВО, ну, наше ПВО показывало и показывает, что оно работает четко, из 44 ракет было там сбито 30, 33 сейчас, не понимаю, то есть, в два удара, в ночном и в вот это утреннем, и более того, у нас получилось построить вот эту систему из ПВО западных образцов, и советских образцов, и сбивать то, что казалось не сбиваемым, Байман тоже, в общем-то, российская авиация тоже в ограниченном ресурсе, потому что, например, Ту-95, который рассчитан на то, чтобы запускать 8 ракет, запускает по одной ракете, по две ракеты, да, то есть, запускает их, там, или вот с Цемлянского водохранилища, как в этот раз, или с над Каспийским морем, да, почему, потому что они часто отказывают, и падают тоже, могут падать на зиму, да, то есть, или из-за этого, то есть, очевидно, почему, потому что ресурс самолетов тоже тут невозобновим, вот поэтому они так летают, вот, и с одной ракетой, вот, и, тем не менее, получается так, что, ну, они тоже развиваются, они тоже учатся, и более того, ну, не может быть, да, каждый раз, там, 100% гарантия, 70% там, сбивать все, что только может быть, естественно, что это неизбежно, укрепление ПВО, да, оно необходимо для того, чтобы защищать и Харьков, и Днепр, и другие города, и Одессу, и, как Сибирь, видимо, усиливать, опять же, снова, оборону Киева, но это не, это уже как симптом болезни под названием русский мир, нанести России поражение можно только, когда будет предоставлена всякая другая помощь, и сняты, кстати сказать, ограничения по нанесению ударов на, по территории Российской Федерации. Так, конечно, в итоге они сняты или не сняты? Нет, они не сняты, они сняты, там, есть заявление представителя Совбеза США, Кирбик, о том, что, Кирбик о том, что все остается, так, как есть. А это ограничение в полосе, там, очень небольшой, вдоль границы, да, то есть, вот о чем речи. Вот, поэтому, вот, расчет Путина такой, это, то, что нанесение удара, это, это специально, это однозначно, это видно, это, ну, прицельно было, и они так и... Ну, это понятно, что это такая же цель, как удары по энергетической инфраструктуре, то есть, сделать жизнь людей в Украине невыносимой, чтобы люди не могли получить первую медицинскую помощь, и так далее, в этом плане вот напомнить, что Шойгу и Герасимов уже фигуранты по получению ордера от Международного уголовного суда, а Путин, кстати, с Львовой Беловой тоже фигурант, если кто забыл, это незаконный, есть такой незаконный, нелегитимный президент Российской Федерации, Путин, у него, он фигурант ордера за депортацию украинских детей, то есть, он, он преступник. В прошлом году мы видели, как Украина формировала очень большие ожидания от саммита НАТО, и это было видно практически из заявлений президента Зеленского, это было видно из того, как администрация президента коммуницирует, президента Украины имеется в виду, как в СМИ часто обсуждали, и как обсуждали предстоящий саммит НАТО, и было видно очередное раздражение президента Украины, от того, что Украина, в качестве того, не получила приглашение о вступлении в НАТО. В этом году мы видим, от Украины, от президента Зеленского, практически нет обсуждения этого вопроса, но тем не менее, президент Зеленский туда едет. Что ожидает Украина от саммита НАТО сейчас? И что может в том состоянии, в котором находится НАТО сейчас, предложить Украине? Я думаю, что однозначно поездка правильно. Кстати сказать, не только Украина формировала большие ожидания, а и группа стран, которые наши союзники, которые, действительно, которым тоже угрожают, потому что, ну вот сам по себе, ведь то, что он в Вильнюсе, как оно происходило, и ту позицию, которую заняла Литва, например, это было более чем показательно. То есть, и это понятно. И сейчас, я думаю, что президент, ну, во-первых, там мы уже, да, точно там, ну, с высокой степенью вероятности знаем, что, тех формулировках, которые приблизительно будут, да, о том, о необратимости процесса вступления Украины в НАТО. Вот там. И... Ну, когда непонятно, так? Ну, и когда непонятно, и это не приглашение, да, начнем тоже с этого. Ну, да. Второй момент, что там тоже формирование, ну, как там, такая формулировка, мост Украины в НАТО, то есть, это вот тот момент. Были очевидны попытки, да, там как-то, ну, изобразить то, что вот, давайте, как, подурочить, например, приурочить, например, подписание договора безопасности с Соединенными Штатами в НАТО, вот на саммите НАТО, но понятно было, что это такой, в общем-то, однозначно такой политический маскировкой, которая ничему не приводила, и абсолютно правильно, что там этого не подписывалось, и мы уже, договор с НАТО, договор с США уже перестал быть даже событием. Значит, президент Украины в Польше говорил о саммите, вот сейчас буквально, потому что он сейчас был в Польше, кстати, с Польшей подписан договор о безопасности, и в том числе там есть один момент по поводу создания на территории Польши подготовки, тренировки украинского легиона из украинских граждан, которые находятся в Европе, которые могут вступить, и будут подготовлены, и будут, и койнская часть будут воевать в Украине против России, российских захватчиков. Другие там моменты, речь шла об усилении противовоздушной обороны, я думаю, что сейчас аргументации относительно того, что прибавилось, что, в общем-то, не только подготовленные вот эти шаги должны быть, и не только вот 40 миллиардов ежегодно, которых будет идти речь, то есть это один момент, и второй момент, он говорил о усилении вообще военной помощи. Я думаю, что это будет, будет такой достаточно, ну, Украина будет, Украина рассчитывает сейчас на увеличение поддержки и на вполне конкретные шаги в этом вопросе и будет делать это, беседуясь об этом. Дмитро, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова